Христос воскрес! Христос воистину воскрес из мертвых! Дамы и господа, братья и сестры, всех приветствую вас и благоставляю именем Господнем в эти пасхальные дни, когда Святая Церковь восклицает, воспевает «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах, и всем мертвецам, и всем, 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 всем нам жизнь даровав». В эти дни действительно молюсь о духовном пробуждении, как сказано было в постании к Ефесянам, апостол Павел цитирует «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». И молюсь о духовном пробуждении и о духовном воскресении миллионов и миллионов душ людских к Божьей святой любви, обращения человеческого сердца. Слава Богу! Потому что действительно Господь все совершил. И как в той песне поется евангельской протестантской «Все совершил Он, нам дал победу, дьявол побежден, и смерть не влавствует теперь, Иисус Господь наш, о, Аллилуйя, Он наш Спаситель, и Он Царь царей, Иисус Господь, Иисус Господь, Христос воскрес». Можно так еще? «Христос воскрес, Иисус Господь, Христос воскрес, Аллилуйя, воистину воскрес». Слава Богу! Много прекрасных песен есть в христианстве и у нас в православии, и у наших братьев-католиков и протестантов, у разных верующих, разных конфессий, разных деноминаций. Много есть прекрасных песен, которые действительно отражают само это торжество, саму суть Пасхи, пасхальной радости, пасхального чуда. «Агнец Божий заклан, и Он, Иисус Христос, пролил Свою кровь за нас. Он, Иисус Христос, взял на Себя наши немощи и болезни, и ранами Его мы исцелены». И действительно, рассуждая о теле и крови Христа, и в это воскресенье тоже, кстати, совершали хлебопреломление причастия в нединаминационной церкви Иисуса Христа здесь, в Москве, слава Богу, и я со всеми святыми, присутствовали верующие разных очень церквей, я так понимаю, тоже в гостях были многие гости с разных церквей, и вместе причащались мы, как святые божьи дети, как братья и сестры, под покровом нашего небесного Отца, любимого нашего Господа, Иисуса Христа, утешителя Духа Святаго. Мы причащались с тела и крови Христовой, совершалась божественная Евхаристия, и это действительно замечательно, когда верующие разных конфессий, динаминаций, разных идеологий, разных теологий, знаете ли, вместе могут причащаться с верой в Господа Иисуса Христа, который действительно предан был за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Слава Господу Иисусу Христу, друзья! Вот, и призываю вас также к этой молитве, друзья, и к благовестию, еще большему, и пущему благовестию, потому что действительно пасхальное это время очень хорошее, я так считаю, для дела благовестия, благовестования, благовестия Христова, для действительно того, чтобы принести благую весть миллионам наших соотечественников, потому что, ну, у нас на Пасху даже последний самый пьяница вспоминает, что Христос воскрес, знаете ли, вот, и это как бы часть культуры уже, не просто даже религии, это часть культуры, и я считаю, что как раз именно вот то, что это является частью культуры, это можно использовать как действительно элемент благовествования во Христе Иисусе. Приветствуйте с людьми Христосуйтесь, приветствуйте их этим святым приветствием христианским, христианским, Христос воскрес, и отвечайте там людям воистину, воскрес, и если для многих, к сожалению, людей это лишь часть культуры, традиции религиозной, и, знаете ли, это порой очень пошло звучит, если человек, он действительно сам не воскрес, не пережил силу воскресения в своей жизни, не встретился с живым Богом, не знает Бога, не возрожден свыше, знаете ли, ну, по сути, и не христианин тогда еще он, и его лишь православный или протестант, или католик, лишь по своей культуре, по традиции, по религии он относится к определенному там вероисповеданию, допустим, по хождению в церковь, там, по воцерковлению своему и прочее, прочее, прочее. Знаете ли, то действительно порой очень пошло звучит, это и уши режет, когда человек, не знающий Бога, и совершенно не знающий Христа, и в чем сердце не живет любовь Божья, Христос, и говорит, Христос воскрес. Но все равно, я считаю, что даже, пусть даже так, но его уста уже сказали нечто очень святое и важное, и для настоящих, не по наружку, а по правдушному, кто верующий, христианин, для рожденных свыше людей, это всегда зацепка и возможность, начиная от того, благовествовать о действительно воскресшем Христе. Потому даже проповедь, вот, в воскресенье, да, кто был в Москве на служении моем, то, или смотрел в записи уже, то, значит, я назвал Христос воскрес, там, знак восклицания, и дальше, ниже, значит, А ты воскрес, и знак вопроса. Потому как, действительно, по, значит, ответу на этот вопрос, ну, можно судить уже, действительно, христианин ли перед нами, или еще не христ, настоящий ли верующий, или еще по наружку лишь верующий. Знаете ли, ну, и это независимо от конфессии нашей, деноминации нашей, независимо от того, мы православные, или протестанты, или католики, как бы мы ни назывались, сама суть важна. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И неважно, в каких он рясах, ризах, какой он конфессии принадлежит, как он крестится, тремя перстами, там, как у нас принято, там, или двумя перстами, как вот раньше по-старому, там, было принято, значит, там, или как-то, или просто руки поднимает к небесам, или танцует перед Богом, или он просто на коленях стоит перед Богом и плачет. Не важно, это внешняя форма выражения, но сама суть важна. Дух Христов и, действительно, самая величайшая тайна, которая раскрыта нам в Новом Завете и раскрывается в судьбах миллионов и миллионов верующих, это, действительно, тайна всех тайн. Это таинство. Христос в нас, упование славы. Слава Богу. Вот это самое великое, что вообще может человек смертный пережить, раскрывая свое сердце, открывая свой дом, своей души, своего сердца для Господа Иисуса Христа, для Его совершенной любви, для Его, действительно, ну, как сказать, совершенной работы, в полноте совершенной работы по спасению нашему, потому что, действительно, благодатью мы спасены, и это не от нас, это Божий дар. Божий дар. Для нас это даром, бесплатно, но для Него, для Бога, это не было даром, это не было бесплатно. Он купил это собою, своей ценой, своей кровью, купил спасение для всех нас, исцеление, освобождение, воскресение, вот это вот, действительно, все благоставение, еще Авраамову, мы говорим, благоставение, да, по Библии, но даже гораздо больше Авраамова благоставения, благоставение самого Бога, всемогущего, сегодня для нас это дар Его, бесценный дар, во Христе Иисусе Господе нашим. И я знаю, что все грехи мои прощены, которые были, или есть, или будут даже, полностью я искуплен от ада, значит, полностью искуплен, значит, и освобожден, и благоставлен, благодаря крови Иисуса Христа, чтобы никто не хвалился, всех нас Бог уравнял, чтобы никто не хвалился, никакими своими там религиями, достижениями, традициями, знаете ли, подвигами, там и прочее. Бог уравнял всех нас во Христе Иисусе, Бог примирил с собой весь мир во Христе Иисусе, Сыне Своем, Господе нашим, Спасителе и Искупителе нашим, слава Иисусу Христу. И действительно, Христос предан был за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Слава Господу! Благоставляю всех вас, возлюбленные, и, о вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, пожалуйста, не молкните, пожалуйста, не молчите, пожалуйста, говорите слово евангельское, слово истины, слово примирения, скажите людям, что Бог действительно живой, что Христос на самом деле не понарошку, а по правдушному воскрес из мертвых, что действительно жизнь вечную подарил нам Бог во Христе Иисусе, примирившись со всеми нами, дал нам избавление, искупление, исцеление. Скажите людям эту благую весть, и пусть наша проповедь будет не просто в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Пусть действительно дух и сила Божья споспешествуют и совершают великие деяния через нас, как вот там деяния апостольские, мы читаем, да, есть деяния апостольские в наших Библиях с вами, но, дамы и господа, братья и сестры, по совести это не деяния апостольские, так названа это была религиозная книга, но вообще-то по совести и по истине это есть деяние Духа Святаго, просто это деяние Духа Святого через апостолов, через людей, тогда первых верующих наших братьев и сестер, через первопроходцев евангельской, библейской, Божьей, святой христианской веры, слава Богу. И сегодня эти деяния Духа Святаго, они продолжаются через нас, знатели, сквозь тысячелетия. Два тысячелетия церковь Божья, действительно побеждающая на этой земле, церковь, действительно странствующая, ищущая, раскрывающая истину евангельскую Божью, церковь побеждающая, церковь воинствующая, и знамя воинствования нашего над нами, это любовь, знамя Христа Иисуса. Слава Господу Иисусу Христу, благоставляю всех вас, и в эти пасхальные дни благоставляю вас священническим благословением. Пасхальные дни в традиции православной, в религиозной традиции нашей, на протяжении сорока дней поется вот это «Христос воскрес» из мертвых, в церквях, на всех служениях абсолютно поется. И знаете, действительно, это истина, это правда, и это в знак того, кстати, у нас в православии эта традиция, в знак того, что Христос, когда воскрес из мертвых, Он на протяжении сорока дней являлся своим ученикам, говоря им о Царстве Божьем. Вот так вот, и присоединяются в этих христосованиях, в этих прославлениях Христа, и протестанты, и католики, все верующие в Господа Иисуса. Слава Богу! Пусть Бог благословит всех вас, дамы и господа, братья и сестры, во имя Иисуса, благоставляю священническим вас благословением. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир, во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Москвы, Московской области, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия, мир всем вам, ну и Христос воскрес, воистину воскрес Христос Господь наш. Слава Богу! Да, и кстати, я далеко не рэпер, знаете ли, значит, но однажды Бог дал такие стихи мне написать и на музыку, вот эту рэп культуры, знаете ли, и я ее первый раз исполнял еще в Тулю, в Тулу как раз, когда мы ехали, нет, я давно это было уже, слушайте, лет 15 назад, больше даже уже, вот ехал в Тулу на служение тогда еще, да, значит, в гости, в одной из церквей, и там было даже в парке было служение, кстати, не только в помещении, а было еще и в парке, евангелизация была, здорово, да, вот я, кстати, вспоминаю сейчас, да, и я вот пел как раз вот то, что по дороге Бог дал, я так понимаю, это Бог дал, потому что это было действительно так вот, ну, по вдохновению свыше, потому что это, ну, как бы, это не моя культура, я не рэпер абсолютно, и как бы, и о рэпе имел лишь такое представление, довольно, ну, такой, ну, так, есть такая культура, есть такая музыка, музыкальная культура, ну, и ладно, как бы, знал, что христиане некоторые там, живут в этой культуре, да, рэпа, но, как бы, сам я себя не представлял никогда, хотя, после этого задумался я, инцидента такого, происшествия такого в моей жизни, и, наверное, и тоже и рэп-музыка, и как и другие разные жанры, там, и музыкальные эти, знаете, или стили, они так или иначе могут вписаться очень даже легко в православную культуру, в православной литургии, в сеношное бдение, в акафисное пение, то есть, в каноны, ну, как бы, это довольно очень органично даже вписывается, но тогда, лет 17 назад, это было, наверное, я думаю, это все даже в традиционном православии меня там высмеивали, считали это елестью, хотя потом, со временем, многие священники очухались и поняли, что это, как бы, зря, они сгоряча так, вот, как бы, рубанули, и сейчас уже даже, как бы, многие даже священнослужители уже не отрицают, что это даже нормально, когда, вот, различные музыкальные культуры, они вот так переплетаются в нашей, замысловато, в нашей, там, и литургии, в сеношном бдении, в акафисном пении, в канонах, там, в общем-то, в наших богослужениях православных, да, хорошо, друзья, да, и вот по поводу вот этого пасхального, это было как раз пасхальное послание такое, там слова такие были, сейчас музыки вот нету, если включить, там, ну, ладно, можно импровизировать, я жил во тьме греховной, был Богом себе сам, но Иисус воскресший к себе меня призвал, теперь живу я с Богом, свободным от греха, Иисус Христос воскресший, Он праведность моя, там, о, есть, там все, как положено, а потом, значит, Христос воскрес, воистину воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес, о, есть, потом, а, ну, я других куплитов сейчас не помню уже даже, там я много написал, Кстати, тогда этих куплетов Но вот запомнил вот этот первый куплет Да, надо будет посмотреть Твои старые записи, может где-то сохранились еще Вот, значит Но к чему я вот об этом Сейчас вспомнил Знаете, действительно, различные формы Поклонения, вот и вчера вопрос об этом тоже поднимался И сегодня, наверное, тоже на собрании Тоже об этом будем говорить как раз Различные формы поклонения Богу Кстати, из-за того, что батарейка Заряд уже закончился Большая довольно часть Вчерашней проповеди, к сожалению, общения не записалось Но сегодня уже, даст Бог Все запишется Вот, и знаете ли Действительно разные, различные служения Но Дух один и тот же Христов, Божий, Святой Дух должен быть Значит, и Различные формы поклонения Богу Но это все пусть будет Выражением нашей любви к Нему, к Создателю И пусть воскресший Христос Воскресит наше и Богослужение Воскресит, наполнит собою Наш разум, наши сердца Наше Богослужение Ему Наше все Наше все Все естество наше Все наше житие наше Всю жизнь нашу Наполнит собою Так что, дамы и господа Братья и сестры Самое великое Вот это Таинство Христос в нас Упование Славы Благоставляю вас Да благословит Тебя Господь И сохранит Тебя Да призрит на Тебя Господь Светлым лицом Своим И помилует Тебя Да обратит Господь Лицо Своё на Тебя И даст Тебе мир Во имя Иисуса Христа Бог Аврама Исаака Якова Отец наш Сущий на небесах Да святится имя Твое Благослови нас Благослови народ Своим миром И пусть в каждом сердце Отобразится Твоя любовь Божий Всебогущий Во всех кто слушает Видит это видео Смотрит Боже Пусть Господь Отобразится Твое Боже Благослови Отобразится Твоя милость Твоя любовь Господь Во имя Иисуса Христа Потому что Ты действительно Возлюбил мир И отдал Сына Своего за нас Свою жизнь Свою кровушку за нас отдал Доказав Однажды и навсегда Серьезность Своей любви Вечность Своей любви Истинность Твоей Великой любви Спасибо Господь За все Благословен Ты Царь наш Аминь Христос Воскрес из мертвых Смертью смерть поправ И всем мертвецам жизнь даровав Христос Воскрес из мертвых Смертью смерть поправ И всем нам жизнь даровав Христос Воскрес из мертвых Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова